это же так кажется что все-таки вот этот вот во первых не все понимают этот видеоблогинг а я вот в дании точно могу сказать что не все и может быть теперь когда за последних наверное полтора года на ютюбе такой вдруг всплеск блогеров грибы вдруг выросли потому что три года назад 10 блогеров я не знаю но там но флорида ялта не было ну что вы меня три года назад не было но смысле я был но я не 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 в том формате как сейчас я просто студентов показывал и все я я я был номинально я был на реальные три года назад у меня было 1000 подписчиков да 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 но я помню что было может быть немного но канал ваш выделялся например мне было интересно смотреть в аэропорту я ребят в аэропорту подбирал я помню что эти встречи в аэропорту и я хочу сказать что а потом в какой-то момент появилось столько много блогеров и на и еще был такой момент что еще три года назад аудитория возрастная кому вот блогером 35 плюс возрасте и и практически не было там девушка в бьюти сегменте 1 или 2 было насколько я помню татьяна 71 11 потом таких вот скажем а сейчас очень много очень много людей что мне нравится какие каналы я люблю это все каналы где люди умеют высказывать свое мнение не боятся высказывать свое мнение потому что пусть я не согласна там с тем вопросом это о чем человек говорит но мне интересно когда человек не боится что-то проговаривать от себя аргументировано конечно же обоснованно почему он так относится мне вот интересно потому что иногда во первых расширяются несколько твоих границ и можешь на что-то смотреть под одним углом все время добавляется добавляется больше того даже когда вопросы задают и ты начинаешь тут пошел посмотрел там посмотрел ты начинаешь лучше понимать вообще страну в которой ты живешь что что вопросы задают надо подготовиться к ответу на они нас как бы вынуждает побуждают конечно провоцируем людей на общение на то чтобы нам задавались какие-то вопросы потому что видео тоже вызывают у людей какие-то эмоции и когда они там пишут нам у нас это тоже вопросы вызывают какие-то эмоции и я рассматриваю канал только как позитив если бы это все превратилось такой вот клубок негатива зачем это надо потому что по большему счету это хобби и конечно когда ты несешь людям позитив ты хочешь в ответ получать тоже позитив по возможности поэтому мне кажется это общем не ставит что там например цель быть там мега популярна на ютюбе но может быть у кого-то такие амбиции у меня например их таких нету потому что у меня было какое-то скажем желание сделать некий такой информационный ресурс так как я сама маркетолог и так как у меня вот этот холдинг был меня близко близко вот это вся вот это все что касается интернет-маркетинга и сайта строения то есть я немножко в этом знаю поэтому моя цель была вот это все собрать и сделать некий такой вот информационно-социальный ресурс что в принципе я и сделала но вот такого чтобы я там на аудиторию работала и мне нужно было как-то там обнажать себя свою душу чтобы собрать миллионную там аудиторию мне такой цели нет а вы open house и не показывали что open house вот когда дом на продажу стоит суши а сделайте несколько я я тоже пойду смотреть так интересная мы очень любим ходить показывать здесь очень много домов где очень много домов где две таких вот есть крайности в дании дома где очень много антиквариата такие как музейные собирают очень старую мебель они и конструируют ее много таких домов и 2 крайность это дома которые уже в современном таком они такие все светлые прямые линии такие можно чем-то многие очень любят икею кстати здесь она такого бюджетного плана поэтому в какой-то период времени пока в общем то может быть финансовая возможность не позволяют то в общем-то икея здесь популярна в америке айкея стала последние годы очень популярны вот именно кухоньку не вообще мебель как мебель а вот скажем кухоньку или например айкиевские шкафы там в гараже где-то сделать или там спальне поставить просто шкафы так то есть довольно популярно очень много и киевского знать что популярно арматура осветительная вот лампочки да вот я сижу меня вот тут сверху как раз ну да наверное икея это сегмент эконом-класса и люди студенты начинающие специалисты они в основном а вот икею покупают что касается уже людей которые скажем заработали себе некий финансовый капитал читают мебель датского производства но дизайнерскую там как мега дизайн такой на стуле баснословных денег стоит но они все знают что вот этот стол там стоит там 3000 евро поэтому у них какой то есть свое такое вот они очень очень любят у нас есть несколько таких магазинов вот один называется там их много сеть магазин называется скандинавиан дизайн а другой у нас тут рядышком называется денеж концепт да да и там фактически это шоу-рум и ты приходишь смотришь и у них там особо ничего не возьмешь они заказывают надо заказывать и она ходит так месяца три-четыре пока придет и это в дорогих местах это это дорогая мебель там там ничего дешевого нет даже близко но она она прикольная вот у нас дома есть мы мы кое-что вот так тоже очень вот это вот эргономика удобно сидеть она смотрится очень скромно с одной стороны а с другой стороны там все выезжает достается это все ты настолько она все вот это вот эргономика продуманная и не ломается и не ломается да и что касается одежды и обувь я думаю обувь это очень известный такой бренд все в беларуси у нас магазины были они вообще и одежда и обувь очень качественная хотя бы то ножки средняя это стоит от 100 евро достаточно дорого а мефисто вас популярна но я знаю я очень люблю мужские очень удобно сидят на ноге и просто как снимать не хочется уж такие хорошие но но мефисто в европе не такой как в америке вот я замечал я когда первый раз поехал его по 2 частом куплю да нет это совершенно другая обувь не наши да на самом деле вот если в общем то брать в целом датчан у них есть вот наша такая русская ментальность если ты купил что-то тебе нужно сказать как дорого ты это купил а у датчан ты купил хорошие что-то такое хорошее ну допустим обувь эко я купил за тешево за 20 евро они не стесняются они до бород горды конец и в америке то же самое это называется дел я например они только покупают вот на этих вот распродажах они конечно же никто за полную там цену не несется не покупает а вот и я например тоже в начале не совсем понимала там приезжают мужа друзья и рассказывает нам я вот купил там велосипед до 300 евро и он так доволен ну то есть скидка там 60 процентов на него а я представила что если бы кто-то пришел в минске и сказал он бы сказал полная цена я купил так дорого то есть вот по-разному в обществе ну да а уж никто не выпендривается просто наоборот играет хорошо хороший дел с такой удачная покупка слушайте вот я так сижу все думаю значит вот это вот датская green карта которую вы несколько раз упомянули может быть вы скажете пару слов потому что люди многие наверное слушать и и думаю так а может я тоже могу может быть и мне можно вообще вот если человек живет где-то и хочет попасть в данию я понимаю что вы не не иммиграционные адвокаты вы не даете таких консультаций но в целом вот насколько это сложно насколько это реально датская датская green card она отличается от американской потому что это не лотерея но относительная лотерея потому что не знаешь получишь ты ее или нет но основе датской green card лежит стобальная система такая как великобритании то есть что туда входит ваше образование ваш возраст то есть желательно чтобы вы были не старше 35 лет по-моему 35 лет или 30 нет 35 я думаю там еще возраст возраст детей наверно учитывается как-то на семью нет 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 а дома и если конечно у вас по ходе если у вас до цент тогда тогда это тоже идет как плюсом учитываются все ваши сертификаты то есть если вы набираете этих 100 баллов там 50 зато 10 зато на вашу может быть 15 20 то вы в общем-то отсылаетесь и документы вот нашу датскую службу и вы получаете допустим на год или на 2 или на 3 это тоже лотерея потому что вот я делаю интервью с девушка которая в апреле месяце по моему получила свою green card у совсем там свежие видео именно она рассказывала свой опыт и она говорит что всем вот какого она знает дали на год два раза больше что через год но дальше вам нужно трудоустроиться если вы трудоустраиваетесь то вы ну дальше получаете рабочий контракт остаетесь и начинаете общем-то легально жить королевстве дания если вы не настолько скажем удачливы и так как у нас здесь в общем-то кризис на рынке труда то через полгода если вы работу не найдете то конечно нужно быть готовым к тому что вам придется возвращаться потому что нелегально в дании невозможно жить это не та страна где ты может ли нелегально потому что здесь все через единую систему и медицинское обслуживание но вообще и обучение и поэтому только легальное проживание возможно но тем не менее если у вас есть шанс если вы хотите то у вас есть шанс попробовать иммиграцию через датскую green card у как получится тогда уже но инженерной специальности они всегда ценились и то же самое что касается если он допустим инженер я не знаю там по или по микроэлектронике получил вот эту green card у на год работает в ресторане там официантом это нормально то есть его не скажете езжай домой ну а как он будет так работать подрабатывать в ресторане официально где него официальном будет там работать то есть он будет работать в ресторане а не официально почему он он въехал в страну и он набрал свои очки у него было х timpo математике там я не знаю еще что то он уехал в страну дальше выгодить его надо трудоустроиться разрешение на работу у него есть правильно? У него же грин-карта на год. Значит, он пошел в ресторан и там подрабатывает. И, может быть, в это время он ищет работу учителем в школе. Я не знаю. Если он идет по позитив-листу, есть такой позитив-лист в Дании, который меняется, каждый год обновляется. И там смотришь, какие специальности есть, на основании чего ему дали эту карту. Если он пишет, что он имеет THD как математика, то ему дают эту грин-карту, чтобы он в общем-то работал в этой сфере здесь. То есть не любая работа, а он должен... Это больше похоже на рабочую визу в США, только рабочие визы дают под конкретного нанимателя, а здесь дают под будущего нанимателя. То есть тебе дают за твои какие-то качества с тем, чтобы ты реализовал их в виде найма, но вот в этой области они вообще какого-то найма. У нас тоже есть здесь рабочая виза, но, к сожалению, получить рабочую визу вне страны можно, особенно если есть представительство в России, люди работают в каком-то филиале, потом они перемещаются сюда, в Данию. Им, конечно, дают визу рабочую, но в целом, если вы первый раз, но только если, я не знаю, какая-то у вас такая специальность, которой действительно сложно найти человека на эту вакансию здесь, в Дании, здесь так строго будут пропускать через вот эти всевозможные кордоны самого работодателя для того, чтобы он доказал, что вот необходима именно этот специалист, и нету ему равных здесь в Дании, тогда действительно можно получить, в общем-то, рабочий контракт. Очень много рабочих контрактов. Украинцы здесь работают на фермах, на разных там, и норковые фермы, термах, то есть, как бы, животноводство какое-то. Да, ну, поэтому я знаю, что они приезжают по рабочим контрактам. У нас тоже есть программа в Дании АУПЕР, то есть гувернанты, на год тоже приезжают, я только единственный возраст, не помню, до 27 лет вроде как возможно. Поэтому, если есть желание посмотреть страну, можно приехать на год, поработать и осмотреться, вообще нравится, не нравится. И английского достаточно, в принципе. Английского, английский будет это основной язык коммуникации, да, и, как правило, насколько я знаю, девочкам и парням тоже, кто приезжает работать в Дании, им в контракте, многим прописывает работодатель, ну, вот семья, что они оплачивают языковую школу, и если есть желание учить датский язык, ты можешь ходить в языковую школу, учить датский параллельно с работой. Это германская группа язык, да? То есть он типа немецкого? Я бы сказала, что это сметь голландского и французского больше. Вот так? Французского? Да, очень много вот этих вот Р р р р р р р р в датском языке. Картаны. Мистер Пёр Тнов, окей. немного картавил на русском языке произношение как правило очень хорошо произносят датские слова те кто говорит чисто русская особенности здесь есть но тем не менее в общем-то за счет социальной политики вас на работу то социальная политика она здесь на очень высоком уровне конечно что не говорят это вот если ты год отработал если вы вдруг вас уволили то вы можете не так что идите у вас совсем нет денег есть социальные деньги вот целый год вы можете стать работу и достаточно такой я не могу сказать что вы будете жить прям шикарно но голодать вы точно не будете вот потом здесь да не очень социальном плане политика на поддержание матерей одиночек детства поэтому если вдруг женщина осталась одна это сложно себе представить что вот например я осталась одна и кто-то мне будет там помогать квартиру оплачивать как здесь помогают там или детские садики или там мне будут там какие-то пособия если там вдруг меня такие материальные затруднения разовые не разовые оплачивать здесь не страшно растить ребенка если вдруг ты осталась одна это не так страшно как в беларуси когда ты один например а вдруг ты еще учителем в школе работаешь и ребенка поднимать надо и зарплата это не хватает на все но мне не возьмем значит с точки зрения вот знаете сейчас в евросоюзе почти во всех странах сейчас выборы недавно шли во многих странах и она и практически всюду как бы одна и та же тенденция то есть люди не хотят этой беженской политики они вообще депортируют надо черты материи всех вот этих вот кто-то понаехал типа беженцы которые не хотят работать и паразитируют и так далее вот есть какой-то конфликт вот конкретно в дании на прошлой неделе в дании состоялись выборы парламент и не глядя на то что предыдущие в общем-то правительство которое вот было до выборов она себя проявила отработала очень хорошо она не дала стране уйти глубже в кризис и наоборот страна вынырнула и динамика в экономике стала иметь положительное сальдо то вдруг неожиданно но как неожиданно просто в обществе в дании нету такого ярко выраженного скажем когда люди рассказывают что они настроены негативно к беженцам это не принято в дании они могут вот на кухне между собой каким-то образом говорить об этом но в целом а никто вот в лицо вам не выплеснет не скажет там вот понаехали не полет не политкорректа но тем не менее в дании существует вот это вот когда человек идет голосовать они не даже очень часто в семьях они никогда не оглашают я знаю вот у меня две знакомые они замужем за датчанами и обе до последнего были уверены что муж будет голосовать за другой блок политический и обе сидели в шоке потому что в обоих случаях мужья проголосовали за так называемый у нас есть такая партия которая против закручивает гайки для иммигрантов которые против беженцев то есть сокращение потока беженцев за то что потому что они как правило это беженцы из сирии из сомали ну то есть и они обрастают огромными семьями они не интегрируются они требуют построить мечети здесь в дании они требуют отказаться в их регионе где их там скопления проживают чтобы елку власти не ставили у нас был такой президент неделеко от копенгагена из коммуна такая такой ареал проживания вот был тоже несколько лет назад претенд когда вот они требовали не нет не ставить в общем-то елку на площади на в общем они такие что если мы из стран бывшего советского союза приезжаем мы не навязываем свои законы мы не требуем чтобы там кто-то там строил нам какие-то православные церкви там а вот здесь политика именно в последние таких вот два года настроение вот эти выборы показали что настроение все-таки в обществе поменялись и люди боятся исламизации люди боятся потерять вот свою такую национальную идентичность за счет того что люди которые приезжают до не не учат датский язык а в дании на всех уровнях стараются в общем то чтобы люди ну чтобы язык 5 миллионов населения страна маленькая и если все будут говорить на английском то с язык постепенно умрет как это стало с белорусским языком потому что в принципе белоруссии два государственных языка русские белорусские но к сожалению основная масса людей говорит на русском языке конечно мы учим в школах и белорусский язык мы понимаем белорусский язык вот сейчас в прошлом году я ездила есть некоторые подвижки когда молодежь уже вот слышишь когда они между собой вообще не говорят на белорусском языке но в целом я не могу сказать что белорусский язык это активный язык жизнедеятельности белорусов потому что основная масса людей говорит на русском языке и конечно если язык умирает то ну а язык это идентификация целой национальности поэтому датчане очень блюдут вот эту вот такую политику чтобы люди говорили на датском чтобы люди учили датский чтобы люди интегрировали чтобы они знали датскую культуру они насаждали свою культуру извне в дании и я считаю это правильно на самом деле мне кажется что так и надо когда государство маленькое нужно сохранять свои традиции по язык это основная мне кажется но хорошо я понял то есть в дании тоже те же проблемы и еще я читал что как бы с тенденция такая хотят меньше евросоюза то есть как бы мне нравится что насаждают что-то извне ну во-первых дания все идет здесь спрашивают население поэтому проходят референдумы это вот пример как швейцарии там какой у них прям эти референдумы идут каждый год по разным вопросам население спрашивать здесь здание то же самое когда стал референдум о том вводить ли евро или оставить датскую крону то основное основная масса населения проголосовала за датскую крону поэтому в дань не ходит евро а ходит датская крона да ну в этом она выиграла но конечно есть перекусы в датской иммиграционной политики в датской в датском вопросе воссоединения семей с иностранцами когда можно сказать что датские правила ущемляют ущемляют общем то права не скажу человека но вот возьмем я не воссоединялась по датским законом по одной простой причине что тебя сразу ну как бы ты подпадаешь под такой прессинг когда ты молодой до 30 лет тебе я так думаю не так принципиально но когда у тебя есть ребенок а воссоединение с ребенком по датским законом можно до 14 лет с учетом того что вы там бывает 6 месяцев бывает 9 месяцев рассматривались документы то есть вам нужно в 13 лет подать чтобы вы остались с ребенком а если уже 14 лет то есть большая вероятность что вас не воссоединят то есть нужно смотреть то может быть отца нету то есть чтобы не с кем ребенку остаться в стране вот этот вот такой перекос я знаю много людей которые общем то писали мне когда я этот вопрос вдруг на меня свалился он то есть я даже не предполагал что такое здесь есть если по европейским воссоединяться законам то до 21 года ты можешь воссоединиться с ребенком ребенок может проживать с тобой если по таким законам ты с мужем воссоединяешься то начинает ты обязан обязательно ходить в три года в языковую школу без пропусков 10 процентов пропусков только может быть если ты планируешь в дальнейшем поступать в учебное заведение учиться там ну допустим в университет не знаю калеч какой-нибудь тогда тебе нужно иметь высокий балл в этой языковой школе для того чтобы шанс поступить потом ты учишься там три года на бакалавра плюс еще наверно года два на мастера и дальше получается идет три с половиной года фулл-тайм работы это 35 37 часов ты должен отработать то есть на момент подачи документов у тебя должна быть постоянная фулл-тайм работа и у тебя должно ты должна все это пройти только тогда у тебя есть возможность получить постоянку поэтому конечно когда тебе уже 35 плюс начинаешь прикидывать что тебе только к 45 годам и можешь выплыть куда-то там к этой постоянке но ты прекрасно понимаешь что все эти 10 лет ты будешь жить под прессингом высоких оценок обучаемости и так далее на тебе что-то надо строить и свою жизнь и уже свой ребенок подрастает как бы нужно уже как-то более ориентирован на то чтобы ему как-то помочь и я должен опять вкладывать инвестировать знания да поэтому конечно вот эти вот перекосы в дании действительно есть гайки закручивают и последнее нововведение было я знаю что в голландии в германии это правило работает давно когда ты вышел замуж за немцы за голландца перед тем как тебе дать первый обход первый внж ты сдаешь экзамен какой-то там на языковой уровень я не помню там эти уровни но минимальный они тоже ввели вот этот вот пред тест когда там дают какое-то количество там два месяца на подготовку и люди должны поехать копенгаген этот тест раздать для того чтобы получить первый обход к сожалению вот это все вот эти вот гайки именно закручиваются для того чтобы люди учили датский им было легче без языка сложные интегрироваться в новую страну но в новую культуру это понятно но в общем все это сделано очень так жесткий в жестких таких рамках поэтому я в свое время обошла вот обошла да и я сказала тоже у меня просто мужа своя компания поэтому нам было легче воссоединяться по европейским законам потому что но видимо его желание так было таким большим жениться на мне что он даже пошел на то что мы целый год жили в швеции и воссоединялись по европейским законам а он переводил свою компанию туда все это делать официально надо дом выставлялся на продажу хорошо мил давайте вот что мы с вами уже полтора часа тут записываемся хотя такой разговор динамичные все так легко идет но время я думаю что моя функция в основном состоит в том чтобы вас показать тем кто вас не знает с тем чтобы люди могли узнать о каких-то альтернативных каналах вообще так информация я думаю что мы как-нибудь с вами с этим там в дании погуляем если вы там местные знаете вы погуляем вот но давайте мы пока значит тогда с вами прощаемся вы мне в скайпе сбросьте ваши реквизиты то есть у вас там не только youtube канал у вас еще и там страничка да которая текстовая поэтому давайте обе я вставлю в описание к видео чтобы ребята вас могли найти вот и видимо я порежу это все на три кусочка так я смотрю тут на полтора часа это это долго на для одного сюжета наверное попрощаемся в этом что-то скажите как бы итог и мы всем скажем ну вот я и говорю это же я же и говорю итог не то чё нам вырезать мы так с листа работаем поэтому очень большое вам спасибо за такую возможность но чем-то тем как обычно как я желаю себя на канале в общем-то и вашим зрителям я хочу пожелать хорошего дня и отлично настроение скажите нам по-датски там типом здоровеньки булы ну как там говорят по-датски и я у нас когда прощается говорят фавель 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 друзья